Вот сегодня у нас такие данные. Сегодня мы открыли 15 компаний. Из них одна из банка. Две из Украины, три из Украины, два из ПИБА, один из Гранта. Остальные новые компании. Ну, в чём я сомневаюсь. У нас плохая служба персонального менеджмента здесь, в Центральном банке. Видели нашу рекламу новую, нет? Банковская поемница? Да, банковская поемница. А кто это? Кто это уже сказал? Наш вице-президент. О чём делом калаты? А вы просто не всё прочли. Вы на машине ехали. Прочла, постаралась. Ну, что там нашли? Лекарство товописное. Там про лекарство написано. Ну, это как бы вопросы рекламы. Она долгоиграющая. На первом этапе будут смотреть на то, что написано. Ну, большими буквами. Они увидят только человека в белом халате. Ну, первый раз, когда рассчитано на машины. Первый раз они проедут и увидят человека в белом халате и банковского в белом халате. Ну, то есть, как бы заиндрируют. А на десятое раз они прочтут, уже будут смотреть, что там написано дальше. Вот. Так что мы будем бить именно в этот сегмент рынка. Эта реклама нам стоит, не знаю, у нас там 20 или 18. Из баннеров 50 долларов. Это 5-7 тысяч долларов в месяц. Ну, если так, 750 долларов мы, ну, там, в среднем зарабатываем на открытии. Да. Вот ещё, кроме того, 6 счетов валютных, это всего, значит, 20. 20 на 50, это 1000. 1000 на 24, ну, это уже у нас 2 тысячи, 24 тысячи долларов мы только заработаем. Не, 24 тысячи. А, нет, 24 тысячи. 24 тысячи долларов мы только заработаем на 2 тысячи. Так что реклама, это реальные совершенно на вещи и, ну, как бы, 19 карточек. Плюс 124 тысячи гривен у нас. И всего мы приняли 238. На ток 114, а прирост всего 124. Примерно стоит 1000 долларов. А вот это справки, которые я для себя делаю. И вы в отделении тоже сможете такие справки себе заказывать. И кто-то вам должен будет делать. Миллион 310 тысяч плюс депозитный портфель по юрлицам. Всего почти 14 миллионов. Ну, это то, что мы привлекаем не клиентов банка, а на депозитные счета юрлиц. 14 карточек мы открыли пенсионных. Вот, члены счетов пенсионных. Вот у меня справка о процентных ставках по депозитам юрлиц в других банках. Я взял, ну, банки, которые могут быть нашими условно конкурентами и ежедневно анализирую их процентные ставки, чтобы наши были конкурентно способны по физикам. Вот такую служебную записку мне делают здесь по каждому. Я взял «Приватбанк», «Оваль», «Надра», еще «Мрия», «Ажио». Вот. И по ним смотрю, сколько они дают за месяц, сколько мы даем за месяц. Сколько дает «Приват» за два месяца, у нас нет такого. Три месяца они дают семнадцать, мы четырнадцать. На месяц они дают пять, мы даем восемь. На шесть они дают двадцать, мы девятнадцать. А не двенадцать, двадцать три, мы двадцать шесть. Я считаю, что будет инфляция, поэтому я привлекаю деньги, ну, длинные. И даю по ним больше других банков. Считаю, что это правильно. Потому что если месяц два такая ситуация продержится, потом деньги, когда, ну, инфляция начнется, снимать будет жалко, поскольку они проценты потеряют. Ну, как бы, такой хитрый ход, что он хитрый. А по валюте у нас одни из самых маленьких ставок. Например, «Вабанк» дает до пятнадцати процентов, а мы максимально шесть стоят. То есть это всё информация, которую я прорабатываю, пропускаю через себя, и в результате моя голова, а не я, выдает, ну, разные мне идеи, которые, ну, я дальше предлагаю, ну, для оппонирования, вот я принимаю решение о повышении процентной ставки или понижении, и обращаюсь к вам, ну, к директорам отделения, и в том числе и к вам будем обращаться. Сейчас вы будете заместительными, как для начала, потом директорами, и вы пишете своё видение, как вы видите. Ну, конечно, по многим вопросам вы никакие абоненты, потому что не знаете многих цифр, которые знаю я. А вам надо всё знать. Для этого у нас есть справочная служба, вы можете ежедневно заказать какую информацию вы хотите. Как только любой из вас заказал какую-то информацию, я уже вижу, что передо мной человек, который будет расти. Ну, а сразу никаких решений в голову не приходит. И никаких идей умных невозможно прогнозировать. Только в том случае, если вы, кто-то из вас, когда-то понимаете. Ну, тем не менее, я с удовольствием принимаю и глупости, и нет проблем. Вот. А вот мы приняли в залог всякой дряни. Золотой, серебряной. Вот, например, я... Я... Что бы там говорить? О чём там? Ну, будьте отвлекаться. До свидания, да и всё. Ну, не обязательно ходить даже на моих совещаниях. Стадии совещаний я провожу только... Не только с целью вас чему-то научить. Во время разговоров, как бы, я сам для себя открываю какие-то вещи, потому что въезжаю в тему и начинаю, ну, об этом думать. А когда начинаю думать, то я получаю новые любви. Вот, например, у нас работает отдел ломбардного организования. Как только он начал работать, я поставил... Самое главное, вот, что бы вы ни делали, да? Везде есть два для менеджера супер важных вопроса. Первый вопрос, это вопрос риска. Да? Самых идиотских. Что бы вам в голову не пришли? Вот вчера сказал процент, что можно выдать депозитный договор на большую сумму и деньги не внести в кассу и вам будет нести по нему ответственность. Ну, это под вопросом. Но сначала меня это ошарашило. Новый подход. Действительно можно. Правда, там доверенность на директора филиала не позволяет ему это сделать, во-первых. Во-вторых, дальше я уже ушел и начинаю думать над этой проблемой. У нас такой случай был в Житомире. Я понимаю, что не каждый директор деления захочет стать преступником, потому что, ну, это как бы мы преступников сюда не берем. Мало того, я всех прокатаю через директора лжи. Вот, мы его покупаем 17,5 тысяч долларов. Самый современный, на который проходит весь Белый дом. Вот, и Пентагон там, и все. Ну, это элементарная операция, это ничего такого. Но, в принципе, за всю историю могу вам сказать, что я с откровенными преступниками практически, ну, не сталкивался. Вот один был негодяй по золоте. Но это вот нельзя брать Чинов. Чинов, он был замминистра, и он 7 лет здесь работал, и все он рассказывал сказки, что ему не нравится наш документооборот, все это бюрократия, он говорил ему зачем. А на самом деле он подкапывался под систему. То есть он, я ведь чем занимаюсь целый день в банке? Вот, я анализирую риски все время, да. Любое сказанное вами слово, хотя вы еще ни одного слова не скажете еще какое-то время, там, месяц-два. Тех, кто работает, да, я тут же сразу под углом одним, да, где они нас могут ставить. И я напридумывал целый ряд интересных менеджерских решений. И думаю, что мы впереди других банков по рискам, хотя все равно, что называется, наш запад от этого не приходит, это проблема. Все равно существует, серьезно. То есть риски всегда будут, да. Но мы сможем сохранить систему и гарантировать себе. Высокий доход, высокий социальный статус, уважение и все остальное только при одном условии, что мы умные. И мы видим проблему, которой вроде и нет. Вроде ее нет. Ну, нету ни одного у нас сегодня директора филиала преступника, да. Нету. А что завтра будет, не знаю. Но, тем не менее, я каждый день делаю, инициирую новую инструкцию, ну, там, или новую, новая запись в инструкции, которая усложняет им жизнь. То есть раньше они, например, могли сами заправляться бензином, там, и покупать себе все констовары, все запретили. Теперь все согласовывают и по лимитам центрального банка. И для честного человека нет проблем. Они приспособились к этой системе и уже не вопят. А сначала орали, да что вы нам не верите. Тот человек, который говорит вам, ты что, мне не веришь, да, он дурак, конченый идиот. В бизнесе нет. Я верю всем. Любому, тем более из вас, на улице, где угодно. Я вообще человек доверчивый. Но в бизнесе нет такого понятия. Если я пойду к другому бизнесмену и скажу, давай заключать сделку, давай мне товар на миллион, вот, а я тебе потом через месяц заплачу. Я не сделаю такого предложения. Потому что этот человек подумает обо мне. Что? Что у вас не хватает здравого смысла. Что у меня не хватает здравого смысла. Да? А еще что он подумает обо мне? А? Что? То есть, что вас можно обмануть. Что? То есть, что вас можно обмануть. Почему обмануть? Ну, я же у него товар большой. Ну, значит, что очень много травм. Значит, что, то есть как, если вы просите, то есть... Вы хотите его кинуть. То есть, что вы можете его... Значит, есть вариант такой. Он может подумать обо мне, что я дурак. Ну, опять, да, с рамосами что-то напряженно. Или что? Или что вы хотите делать. Ну, что вы нечестный человек, как бы, и пытаетесь... Что я хочу его кинуть в ваш коллега. А еще что он подумает? Или то, что он подумает... А? Ну, только быстрее. То, что вы его считаете, это дурака. Может, просто... То, что я его считаю, это дурака. Может, просто, что вы хотите попробовать бизнес, допустим. А? Попробовать бизнес. Пойдет товар, не пойдет. То есть, вы не берете на себя никакой ответственности за... Нет, ну, это как бы вы уже рассуждаете там по этому. Есть только два решения пока. Что я дурак. Или что я хочу его кинуть. Еще какое есть мнение? Балабоу, пожалуйста. А? Просто балабоу. Сказал или... Балабоу. Несерьезный человек. Несерьезный человек. Точно. Вот вам и решение вопроса. Но я не хочу, чтобы думали, что я лох, да? То есть баран. Ну, он смотрит на меня, глаза-то у меня честные, да? И он думает, ну нет, он меня не хочет кинуть. Ну, дурак закончен. Но, поскольку я возглавляю такую систему, да? То он со мной дел никаких иметь не будет. Раз я ему делаю такое предложение, и при этом я честный, значит я лох конченый. Значит я так и дела веду. Он ни лимита на меня не откроет, ничего. Поэтому я таких предложений не делаю. И когда мне начинают делать вот такое предложение, что... И мои сотрудники в том числе. А вы что, мне не верите? Да идиот ты конченый. Если бы я тебе не верил, я бы тебя выгнал в ту же секунду. Я тебе верю. Только ты никогда не поймешь, что на самом деле мы ведь должны заниматься минимизацией риска. Каждый день. Каждую минуту. Это вопрос для меня номер один. Минимизация риска. Любую операцию, которая попадает мне под руку, да? Вот что бы я не увидел, да? Я тут же смотрю, где может быть проблема. Но! Самые большие проблемы не у меня. И я их не могу увидеть, если вы не будете... Не будете горлышком, из которого выливается информация, да? Как только вы ее затыкаете, эту бутылку, да? Потому что вся информация у вас. Я многих вещей не знаю. Для того, чтобы мне решить все проблемы на отделении, мне нужно месяц посидеть на отделении. А у меня нет времени. Мы бегом, 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 бегом. Потому что сейчас именно процесс такой. Я полагаюсь на Господа Бога. Но в то же время все-таки моя голова хорошо работает. И многие вещи я как бы с леду предусматриваю. С учетом своего жизненного рога. Ну, конечно, везде есть Божья рука. Потому что я думаю, что не проскочили бы. Мы в такие ситуации попадали, что не дай Бог, жулик. Вот приходили ко мне люди, да? Когда я вообще не знал, что такое, это мы говорим о рисках, что такое корреспондентские счета. Ну вот пришел я, открыли ему банк. Я вообще не знал ни корреспондентского счета, как и вы не знаете, как он работает до конца. Я не знал многих терминов вообще. Но тут же мы начали отбивать филиалы. И вот особенно из Димпрометровска. Приезжают и говорят, дайте нам право на самостоятельное работа по корреспондентским счетам. А я, блин, извините, не могу въехать. Что это такое? Потому что я не чувствую, что это за корреспондентские счета. Что он хочет? Он хочет, чтобы... Ну, так мы работаем через все банки. Через 37 там сколько банков иностранных, да? А он хочет тоже работать. И он мне говорит умные вещи. Он говорит, вы понимаете, приходит ко мне клиент. Мне нужно срочно провести операцию. Зачислить ему деньги на корреспондентский счет. А я вам должен звонить. А тут вы час морочите. Он повернется и уйдет. Карлул. И умный человек пришел. И солидно. Он тут и базу клиентскую обещает и все. И мне приходилось принимать решения с завязанными полностью глазами. Но я не один вопрос. Если не понимает и вам не советую. Не решаю, пока у меня нет информации. Я начинаю ее собирать. Я звоню развалившемуся банку Инка своему приятелю Мирошникову и спрашиваю. Старик, ты мне скажи, как мне поступить? Я не могу понять, что это такое корреспондентские счета и что он ко мне пристал. Он говорит, не дай Бог тебе дать согласие на открытие корреспондентского счета. Дело в том, что вот почему мы спокойны за валютные дела. За валюту, которая сегодня есть в банке. Вот если что случилось с нашим банком, не дай Бог или с любым, то нацбанк моментально переброет нам кислород по корреспондентскому счету. Поскольку все платежи идут как? Через национальные банки. Через национальные банки. Но еще прямые корреспонденты? Нет. Нет. Мы сейчас, но хороший вопрос. И я думаю над этим. Что мы можем установить прямые корреспонденты с разными банками. Да? Вот, например. Чтобы этот проклятый, извините, или какой он там, нацбанк хороший обойти. Вот сегодня мы работаем через НГУ. Через его корреспондент. Вот банк Оваль. Вон банк Фрауэкс. Да? Так. А вот банк, например, Алронш. Да? Значит, есть вариант, действительно. Мы можем работать напрямую. Например, с банком Алронш. Да? Открыть корреспондентские счета друг у друга. Это не запрещено законодательством. Вот. И когда нам клиент Алронш. Вот, клиент Алронш. Платит бабки. Да? Мы их прямо переводим в Алронш. Есть тут проблемы или нет? Почему он будет платить нам, Алронш, если это клиент? А он у нас клиент? Он у нас клиент. Он у нас клиент. Но должно быть право с НГУ, а вон. Нет. Нет, так сейчас и есть. Так, ведь сегодня именно так и происходит. Да. А может нам заключить напрямую? Есть тут проблемы или нет? Есть. Если там установлено на задержке двумя банками, никакой лимит выделяет один банк другому. На пользование лимитом. Что, что, что? Ну, когда, допустим, корр-счета открывается, то каждый банк должен доверять другому банку. То есть, как бы, устанавливать лимит. Да. Вы уже чуть-чуть подошли к этому. Ну и дальше. Кто это умничает? Поехали. Я не знаю, кстати, что такое ностра и лора, но это никто в отношении к этому не имеет. И проблема возникает. То есть, будет и у нас. Значит, первый вопрос, который мы поднимаем при этом варианте. Какой? Доверие. 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 Вы говорите про доверие, да? Так вы ни хрена и не поняли. Я же вам рассказал. Какой вопрос мы поднимаем? При филимизации. При филимизации. Ложитесь спать. Вот то, что я вам рассказывал, да? Если у вас из одного уха выходит другое, вы ничего не добьетесь. Я вам говорю прописные истины, которые в любой книге, по-моему, записаны. Первый вопрос для банкира. Риски. 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 Больше ничего нет. Все остальное фигня. Риски. Так вот, как нам понять? Есть тут риски или нет? Конечно. Риски. 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 Какой? Будет. Риски. Риски для банка Олонж. Он заключается в том, что правый сможет потом ему не перечислить. Во-первых, я вам скажу, чем великателен он был? тем, что ведь ничего не происходит, как там не проистекает, если ничего нет. Ведь для того, чтобы мы осуществляли коротношения с Олонжем, мы должны сначала положить ему лимон, да? Или ничего не класть и сказать, открой нам лимит на миллион, и когда мы тебе сюда деньги нашего клиента зачислим, мы по договору в течение какого-то времени сразу тебе должны деньги, ну... Это не наличность. То есть мы тебе срочно должны будем подтвердить, ну, как это сделать? Это значит, что надо ему и наличку туда везти, правильно? Значит, не выходит ничего. Тогда мы должны у него держать лимон. То есть мы сначала должны вот так завести ему миллион, и под этот миллион гонять платежи клиента. И он нам завести. Да? Миллион. Я, правда, до конца так и не пойму. Нафиг нам тогда такая операция, ну, как бы... Ну, как бы... По остаткам, по остаткам. А? Там же проценты капают по остаткам на курсчете. Ну, тут не пойдет по заводке лимона, потому что один лимон за счет за другим. Значит, нужно тогда ему быть уверенным, что мы ему деньги эти заведем через Нацбанк. По другому счету. По, например, депозиту, там, чтобы столичными требованиями. Но у Нацбанк тогда надо вводить миллионы. А у Нацбанки у нас всегда есть миллионы. У нас-то много-много миллионов. Там проблем нет. Нацбанк всегда. У нас же там хорсчет. Я имею в виду, как это безвозвратно... Ну, ладно. Я вам скажу, в чем здесь проблема. Проблема в том, что... Он-то нам поверит, а мы ему... У нас на него, во-первых, лимита недостаточно, а во-вторых, если мы установим с ним корреспондентские счеты отношения безлимитные, да, то если он грохнется, то мы все деньги клиента нам дали, да, он с ним отношений никаких не имеет. У нас проблемы. А в связи с тем, что нестабильность в Украине, да, и что все банки, как бы, под Богом ходят, мы можем работать только в пределах лимита. И я до конца еще не могу все риски, как бы, понять. Поэтому я такое решение не принимаю. Что касается банка-корреспондента, банков, там, Нью-Йорк, или через кого мы там работали. Что мне предложил филиал? Дело в том, что... Вот это право-эксбанк, да? Сегодня, когда мы... списываем деньги на любой банк мира, даже в Москву, доллары, да, то подпись идет. Есть 4 или 5 подписей. Моя, или сейчас не знаю, моя есть или нет, это одинаковая, Элены Арестовны, главного бухгалтера, и еще, по-моему, двух человек. И что бы Национальный банк с нами не делал, да, мы доллары переведем. Потому что им плевать на Национальный банк. Для них Национальный банк, Банков, Нью-Йорк. Такой же точно, как Минбанк. Так вот, если бы я разрешил Келлиал, а там попался именно... Мы напоролись на преступника. Он потом ушел, потому что он сделал это, ничего не смог. Потому что я везде создаю проблемы для жуликов. И когда он начинает дергаться, чтобы нарушить, он сразу начинает видно, что он туда дал, мы его проверили, и он не дает неправильные расчеты. Я завел личные дела, и у нас информация накапливается по каждому глупому... Несколько глупых предложений или неправильных. Или маркетинг не провел, покупает машину по двойной цене. Первый и пару раз ему пройдет, но третий раз уже будет анализ. Он не глупый, он скотина, пытается откатом работать. Вместо того, чтобы зарабатывать по 150 тысяч в месяц по-честному, он тут же настроился на Сталину. Поэтому, если бы мы филиалу дали право, то подпись была бы его для Банк оф Нью-Йорк. И плевал Банк оф Нью-Йорк тогда на нас или на Нью-Йорк, ему все равно. Тогда клиент загоняет ему бабки на счет, и он уже дальше засылает их куда угодно, и вслед за ними едет и отдыхает где-нибудь на островах. Поэтому, как бы, вот так сложно принимаются решения по разным, ну, как бы вопросам, которые приходится решать мне и которые придется решать вам. Причем, очень важно, раз мы эту тему задронули, я хочу вам рассказать, как криминалист, и как человек, который, как ученый, который занимался методикой расследования должностных хищений, а всего четыре диссертации в Союзе были, я защищал диссертацию в 1984 году. Сейчас очень просто это сделать, а в то время это была целая победа. Так вот, я вам расскажу такую интересную вещь, да? На самом деле 90, почти 100, 95 процентов людей честные. То есть есть люди, которые, например, не могут перейти на красный свет, да? А другой идет на красный свет, ну, к примеру, да? А есть люди с явным антисоциальным поведением, то есть это явный преступник, убийца, насильник, ну, вы слышали о таких, да? Есть такие люди, да? Но наука криминология, правда, уже смежная с криминалистикой, она утверждает, что нет в мире человека, который бы не мечтал совершить преступление. Но у 96 процентов, или 95, оно так и остается антисоциальной мечтой. Ну, как бы просто, но. преступление возникает всегда на стыке вот того дурака, кто вот это покупал, да? Вот, как бы поступил менеджер, который бы эту доску покупал? Как бы он сделал? Проверил? Проверил. Как бы его проверил? Проверил? Проверил. Гениально. Это просто. Для таких, как мы, да? Но для отмороженных, которых здесь 95 процентов, ему никогда в голову не придет, вот это сделать. Проверил. И когда он, кстати, телевизор сюда покупал, начальник управления, да? С хорошей зарплатой. Купил маленький. Я говорю, ты чего купил маленький? А он дешево стоит. Оооо, а это только если психиатра пригласить, да? И вот он бы ему сказал бы это, да? Но для 95 процентов людей это нормальные люди. Я вас уверяю, он нормальный. Это я кипячусь, когда вижу идиотов, да? А они все кругом. Прости меня Господи за такие эти самые. Это хорошие люди. Умные, по жизни. Очень хорошо валят. И все. Но такое большинство людей это нормальная совершенно ситуация. Нет здравого смысла. Вот вам аргумент. А я же тебе заказал телевизор. Чего ж ты меня не спрашиваешь, какой я хотел? Никогда в голове. Вот так и с доской. Я должен мучиться и каждый раз его вспоминать всеми словами, какие по башке вы моете с доской. Но если помогло, ничего не поможет. Ничего не поможет. Совершенно. Я вас уверяю. И вы будете работать с такими людьми. Это хорошие люди. Но только они должны ходить всегда в рамках. Поэтому у нас существует приказ. Как писать приказы. Как писать обоснования по тарифам. Для идиотов. Чтобы все как бы делали то, что необходимо будет вам и мне для принятия решений. Для обычных. Так вот. Как совершается преступление. Это антисоциальная направленность. И стремление удовлетворить свои потребности. Оно может вот так идти. А может прямо идти. Так вот. Преступление на вот этом стыке. Обычно оно может идти так. Параллельно с жизнью. И только жизненные условия могут создать жуткую вещь. Мы спровоцируем человека на преступление. А деньги. Это самый большой провоцирующий фактор для нормального человека. Для плохих дел. И когда я например был в Швейцарии. Там мне в Кредитсвисе. Это самый большой банк там. Офицер. Рассказывал никто. Он говорит. Где самый большой филиал Кредитсвиса. Там работает тысяч может сорок человек. Я спрашиваю. Где? В тюрьме. А что вы смеете? Это правда. Два человека месяц в системе сажают тюрьмы. Бабки. Не создавать нам надо провоцирующую ситуацию. Поэтому я говорю. Контролируйте кассиры. Лучше вы загляните к нему все. Потому что у нас что произошло здесь? Украло 20 тысяч. Дали ей 10 лет. Двое детей. Я хожу теперь к президенту. И прошу чтобы ее освободили. Потому что она осозналась. И к Богу пошла. И я не могу ее оттуда вытащить. Честный человек. Всю жизнь трудилась в банках. Но из-за идиотки начальника кассы. Не менеджера. Который является пробкой в бутылке. У которой нет проблем. Которые никогда ко мне с вопросами не обращались. Как и остальные работники богатери. Это проблема. Ой какая. У них нет проблем. Вот они бы меня не видели всю жизнь. И всю жизнь бы они какую-то гадость одну и то же делают. И у них нет проблем. А проблема то есть. Оказывается. Действующий в НГУ порядок пересчета баба. Генера. Да. Он не предусматривал некоторые вещи. Там я далеко не въезжал в эту тему. Но как бы мы ее решили. И есть приказ. Я почему и говорю. Что каждая инструкция. Она написана кровью. И людей которые пострадали из-за этого. Там когда сумку друг другу сдают по смене. Они ее не должны пересчитывать. Она ее пломбирует. И какую-то печать там ставит. И вот сидела женщина. Мать двоих детей. Муж замначальника милиции. И каждый день она там. Ну. Как у простого человека. Ну ей не хватало там чего. Они знают чего. Зарплата нормальная. У них там зарплата до трехсот долларов. На эти деньги можно жить. И мясо покупать на базаре. И одеваться нормально. Это нормальная зарплата для даже. Это уже не слабо развитая страна. Нет. Видно они там что-то. Ну или бизнес какой-то хотели делать. Или что-то они покупали. Она по 20 гривен тащила. И сумка за сумкой вот так передавалась. Ну. С недостачей. Но при этом. Тому кому передавала. Как-то там. В общем они уже в круговую пару прошли. Она втянула еще несколько человек. В конце концов у нее набралось 20 тысяч рублей. Ну тогда это были другие деньги. Вот. Да плевал я на эти деньги. Десять лет тюрьмы. 86-я. А я и пообещал. Что если ты ну раскаешься. Я постараюсь тебе помочь. А теперь. Президент не написал. Нормально. Да. Когда скотина там сидит у него в этом управлении. Не добрались до этого. И. Нет. Вот сейчас может если я. Поеду кстати. Вот я с вами разговариваю. Не забуду взять бумагу. Если я. Буду его поздравлять. Вон может быть мне подписал. Бумагу об амнистии. Двое детей. Мужа с работы выгнали. Я всех выгнал с кассы. И начальника. Скотину. Которая знала. Она не знала масштабы. Но она знала что это идет. Тем. А они все же привыкли к Сбербанке. Ну подумаешь там. Не хватает там на что-то. Взял потом положил. Ну вроде как бы нет проблемы. Да. А проблемы то есть. И проблема то во мне. Это я не предусмотрел. А что я не предусмотрел? Риски. 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 Что не предусмотрел? Риски правильные. Какие? Что я? Конкретно не сделал. Инвентаризацию инфасов. Что я должен каждый день. Не ограничили возможности. Это человеческий автор. Как должен был бы поступить хороший менеджер на моем месте? Не допустить. Точно правила сами. Точно правила сами. Пару раз глянуть за процессом. Да. Пару раз вы туда зайдете. Мы примерно 4 млн долларов в неделю прокатываем на не говоря уже о гривнах. Там десятки. Там такое творится что летают деньги по этому самому. Что я должен был сделать? Не допустить условия которые я позволил бы человеку. О, это хорошо для сумасшедшего дома. Ну, не допустить условия, прекратить это или то. Ну, что сделать? Не допустить пересечения на тех линиях. Такой же точно. Ну, кто старается? Как можно решать проблемы? У кого есть гениальная идея? Или тупик у нас? Таких же идиотов кругом полно. Выстроить систему. Выстроить систему. Да как ее выстроить? Ну, выстроить систему, допустим. Ну, как я ее выстрою, у меня информация никакой. Так как надо решить эту проблему? И как можно решать такие проблемы? Хороший менеджер. Точно. На той карте. Как его решить, хороший менеджер? Проводить расследовательную работу в коллективе. Что-что? Человек, а значит, менеджер, чтобы хорошего менеджера. А вы уверены? Да. Да. А другие уверены? Это единственный пункт. Нужно взять и открутить пробку. Выгнать ту уродку, которая там сидела. Да? Поскольку она мне не писала служебные записки. Что я от вас требую? У нас каждую неделю все пишут, какие у него проблемы. Нет проблем? Вали себе обратно в ту степь, откуда приехал. Потому что ты сам проблемный. А я этого не сделал. Я считал, что там все заведено давно и все нормально. А там нужен человек. И сегодня нужен. Но я еще туда не добрался. Но как бы ту проблему мы решили. Не знаю, какая новая. Везде нужны люди, которые на первом этапе ничего не знают. Всего лишь начнут задавать вопросы. Почему это так происходит? Почему это по-другому? И откроют пробку. А дальше потечет информация, которую можно анализировать. Потому что без информации никакое решение принято не услышит. А можно говорить, нужно улучшить, усовершенствовать, линии не пересекать и так далее. Ни гряда. Вот это то, чем занимаюсь я и чем придется заниматься вам. Потому что 90% операций ваших я не знаю, что вы там делать будете. Но за каждую бумагу нам придется отвечать. Не свободы. Не деньгами. При условии, что вы честны. Такой проблемой у нас нет. Просто выгоним и сутурам. И все. Работаем. Вали, кулем и все. Есть сутурам. Потому что вы никогда не увидите ни на одной бумаге, в которых я подписал десятки миллионов. Я за любую бумагу вам могу ответить. И сказать, что означает моя подпись. Я любую бумагу проверяю. В любую операцию вторгаюсь. И если я ставлю свою подпись, а я ставлю подпись на очень серьезный документ, я отвечаю за каждую цифру, которая там есть. И вам придется отвечать. И там все элементарно. Но объяснение, что здесь все проверено, что я ничего не могу понять в этой платежке, а зачем ты тогда ее подписываешь? То есть вам придется въехать. В каждую операцию. Это элементарно. Для нормального человека. Не для 95%, которым только гайку, гаечник ручь в руки и крутить, да? С утра до вечера. Или ходить вот таким маршрутом, или туда. Вот. Без мозгов совершенно. То есть вы идете на очень высокооплачиваемую работу и на серьезную перспективу, но при условии, что вы ответственные люди. А я через вас начну узнавать новые вещи. И мы начнем дискутировать здесь, как нам минимизировать риски. Забыл. Гениальные идеи. Какие его дела? И второй вопрос. Это кроме рисков, которые вам придется решать, я уже забыл. Хотел сказать очень важное что-то. И забыл. Но это не страшно. Как бы мы сегодня одну очень важную тему обсудили. Да. Кроме анализа рисков, вам необходимо иметь доступ к информации. Вот. Любой вопрос я анализирую. Очень просто. Вот я столкнулся с ломбардным перспективанием. Какую справку вы себе заказали, вы начинаете у себя ломбардное перспективание. Что такое ломбардное перспективание? Это значит, что люди будут приносить разные изделия. Да? И мы будем брать их в залог и выдавать под них деньги. Что бы вы захотели, я ваш ломбардный кредитовщик, ну там кто, подчиненный. Спросите у меня, какую информацию вам ежедневно вы бы хотели у меня заказать. Стоимость услуг таких же. Нет, это все у нас тарифами, все решено, но нет проблем. Что люди несут? Просите у меня, что хотите, только не общие вопросы. На что люди несут, ответить невозможно. Конкретный вопрос, который я вам говорю. Как мы вернем, то, что мы выдали. Ну, если он не... Может быть, ликвидность того, что нам несут, но в случае, если нам не вернут деньги. Это решено. Прибыль. Нет, нам важно... Это решено. Все принимает. Вот я приемщик, сижу, да? Принесли мне часы, кольца, серьги, броши, всякую дрянь, золоте, или там ремешок не золотой, а это золотое. Все есть, уже разработанные для этого, для меня, как приемщика, вещи. Я знаю, по какой цене их оценивать. Я их принимаю и складываю их по региструкции... У вас спросите, у вас какие проблемы есть? То есть, какие у вас проблемы? У меня проблем никаких. Одна извилина, и все. Я принимаю, и все, выполняю. Все прописано. Все прописано. Надо узнать, как оно действует, то, что прописано. Ну, что вас может интересовать? Ну, краденая это вещь. Ну, давай. Тарифы конкурентов. Тарифов конкурентов нет, потому что нет конкурентов. Никакого нет. Нет. Какая прибыль? Конкретно мы взяли. Прибыль хорошо. Откуда я идиот, прибыль вам посчитаю? Да я вообще не понимаю, что говорю. Вы не должны ее считать, если вы просто отсвечиваете. Прибыль вам будет считать, это вы же другому зададите вопрос. Или сами ее возьмете и посчитаете. Какая гарантия того, чтобы купить у нас? Это не мне вопрос. Я мной. Ну, что вы, вы меня спросите, какая гарантия, да я сразу начну умирать от страха. А кто-то вас вообще спрашивает, если просто не принимать? Нет. Я вам рассказываю. Меня спрашивать можно. Уверяю вас. Там вот такие вопросы есть. И у меня они есть. Значит, я всего лишь являюсь сотрудником бывшим пробирной палаты. Кто это люди? Они всю жизнь боялись СБУ, налог этих, БХСС. Они очень циклопослушные. Он себе знает одно. Он берет любую вещь и тут же чувствует уже на вес, сколько там золота или этого. У нас очень дорогая система реактивы. Он все это накапал, понюхал, все это выявил и себе принял. Инструкция все написана и в шкаф положил. Попросы есть. Изделия из какого металла и какой пробы чаще всего приносят? Зачем вам это надо? Чтобы потом установить на эти изделия более низкую покупную стоимость? Да нет. Это никогда мы на это не пойдем. Для нас, просто я, вопрос хороший, он имеет место. Просто, как бы, нам что золото принимать, что платину, что палати, мы все это у нас идет в одно. Ну, как бы, это все для нас одно и то же. Не имеет никакого значения. То есть, этот вопрос в холостом. Нам одинаково выгодно принимать золото, или серебро, или палладий, или платину, или что там еще. Все. Если этот человек законопослушный, он бы рассказал, какие бы риски возникли, там, допустим, у нас. Какие у него там риски? Ну, риски спрашивают идиота, это вы про риски. Вот вам нужна информация, а какую вы... Не нужно его проверять, чтобы я знала, что то, что все, что он проверяет, принимает, проходит по документам. Это его проверит центральный банк, заранее вам скажу. Но по документам хорошо, а как же вы это проверите? Так, как в кассу. Ну, сложновато. Ну, ехать надо. В этом что-то есть. Что еще? Тем в том, что ламбард, все принимают как лоб. А иногда приносят вещи, которые стоят действительно какую-то историческую ценность, которая... Далеко пойдет. Класс. 10% вещей, которые приносят ламбард, выстреливают как дорогие вещи. Или художественные, или мы бриллианты не принимаем, а там на карат бриллиант. И, кроме дохода 10%, если вы выловите вещь, не я выловил, я-то выловил, а вы. 50 на 50 мы в этом самом, в бизнесе. Ну, не я. Банк 50% и вы 50. Отприбку. Потому что, если вы поймаете Фаберже, которое мы продадим, приняли за 1000 долларов, а продадим за 100 тысяч долларов, вы, ну, там, минус 30% налога, значит, получается, 70 тысяч, вы 35 тысяч долларов, и банк 35 тысяч долларов. А для этого вам нужна информация. И что вы спросите этого, который меня... Как отличить? Он может, кроме того, что он должен быть специалистом. Да не должен. Он ни хрена, Фаберже, Атмаберже не отличит. Значит, должен человек быть, который разбирается в искусстве, в антикориаде. Теперь можно посмотреть на это вещи и сказать, о, это и есть же. Значит, вы пригласите туда специалиста по антикориаду. Он не скажет. Нет, ну, если это что-то необычное, такое увидели. Это губа пригласить человека. Потому что, что сделать. Почему? Отбирать просто надо вещи. Один специалист будет отсылать. Ну, ну, давайте. Расскажем. Готово времени. Не траги, чтобы был один отстающий. Пусть там сидит такой, как сидит, а просто специалист один раз в неделю в зависимости от накопления. Вот вы сейчас скажете, умный я или нет, да? А я приду новое. Я тоже сначала все это проглатывал. Месяца четыре. Но, просто многие вещи у вас как бы нет опыта жизни. А я вам сейчас расскажу вам проблем. Вот какую информацию я сказал. что он принял, она, это обычно женщина. Вот он пишет. Вот какая информация у меня. Крышка одна штука, девяносто восемь, двадцать. Серебра. И вилемные зелья. Кольца девять штук, цепи восемь штук, серьги двенадцать штук, кулоны три штуки. Вот серьги и кулоны я уже могу одним глазом посмотреть. Но я как бы не смотрю. Вы уж поверьте, что мне он дал. Но, третье. Художественные и исторические ценности. Ноль. Но это я уже заказал как бы менеджер. А он у своих отморожен. То есть это раз. Во-вторых, я поставил задачу службе безопасности. Отслеживать. Потому что, чтобы оценщик не снюхался, они обычно все знакомы со спекулянтами антикварными. И обычно, как антикварные эти комиссионки существовали? Сидит в приемной барыга. Вроде как это самое. Пришел просто посидеть, отдохнуть. Ну вы не застали этого. Я в комиссионки ходил. И он такой камень на пальце, морда лоснится. И он весь излучает, что бабки у него есть. Идет бабушка. Покажи старушке, что ты там принесли. Они тебе тут копейки дадут. Задите там больше. И 99% товара уходило. Так вот, если я ум, мне ничего не уйдет. Не должно уйти. Поэтому я найду, как контролировать ее. И в глаза ей буду смотреть. И живет ли она под охотой. Заинтересовать ее не могу. И буду видеть, кто к ней ходит. И как барыгу разок увижу, все, хана, и выгонять надо ей. Потому что и каждый день буду смотреть, что на первом этапе носится туда. Потому что если вам вещь нравится, она, кстати сказать, у нас многие вещи по своей цене, можно купить три раза, два раза дешевле, чем в магазине. Покупайте себе, банку ничего не надо. Можно и себе купить, и подарок кому-то сделать, за гроши. Но вы можете напороться. Потому что я, когда занимался антикварными салонами, мы делали аукцион, я сам никогда не торговал, торговать не умею. Мы попадали в несколько вещей. У нас была брошь, я только сейчас понимаю цену, потому что я бывал на аукционах с лобби, и я знаю цену, ну, вещам. У нас была брошь из второй после буриллианта камень, темный, из синий, сапфир, да. 27 карат, не знаю ей цены. Фактически я мог ее купить за 3000 долларов. С экспертизой, что он натуральный, фантастический. Но я не знал цены. Вот мы, когда магазины эти открывали, у нас ходили богатые уже были люди. Я куда там? Я доллар увидел на них. в конце первого года. А ходили ребята, в том числе и мои друзья. Люди сдавали вещи и вообще не знали им цены. И много вещей, ну, много нет. Четыре вещи я помню. Были часы, в которых не было цены, купил министр здравоохранения за 3000 долларов. Я их сейчас бы у него за 150 откупил. Мне нужны, не могу достать. Я таких не видел. Вот. Очень серьезно. Была вот эта брошь. Была еще одна брошь из четырех, еще красный этот камень, рубин, ну, очень серьезная. И была одна очень дорогая вещь в ображе, которую мы пропустили. но в принципе, как бы, я разговаривал специально, когда этот бизнес начинал, есть в Америке 47-я улица, на которой находятся все самые крупные ювелирные в мире. И у меня есть Рома-приятель и его три брата евреи. Они миллионеры, очень богатые люди, и у них там есть свое место. ты идешь, и там сплошные ювелирные магазины, и кортье, и все что угодно, на миллиарды, на долларов всего, от фирменных вещей, от всяких там, других. и он мне сказал, когда ты будешь открывать, имей ввиду, это не я, я не знаю, я еще ни на одну вещь, мы только начинаем эту программу, не попадал. Ну, это как бы вообще медаль, для меня, и я этим не занимаюсь, я не ищу в жизни шансов, для меня не волнует, я не хочу быть дураком, вот это и все. А шанс плевал, пусть королик кто-то другой воспользовался, шанс это для авантюристов, ну, злой людей, которые не способны стать богатами, ну, в большом промежутке времени. Но, самое главное, чтобы не обманывать, я просто всего лишь рассказал, какими я занимаюсь вещами. И тут же у меня идет графа, не выкупленные залоги, тоже важно, правда? Ну, чтобы показать, я могу их подарить, там, кому-то раздавить, мы на него купили, но мы там больше, ну. А что вы мне дали? Да, вы сказали, он ему сказал, и потом пошли дальше. Что сказать? Друг Рома. А, он мне сказал, когда ты начинаешь твой бизнес, он мне дал все процентные соотношения. Он скупчик. Всего три компании, кстати, там, на 47-й улице, которые имеют право, это очень лицензируется серьезно в Америке, которые имеют право на скупку. Он один из них. Очень богатая семья. Он мне сказал цифры. 10% от принесенного товара, это именно та цифра, да, ну, от большого количества, обязательно вы попадете в дорогие какие-то, не, неопознанные вещи. То есть, кроме того, что зарабатываем мы на, у меня больше, как бизнесмена, интересует цепочка этих операций, система. То есть, я как бы на это не настроен. Ну, и 10% тоже неплохо. Может, мы пойдем и в какую-то совершенно уникальную вещь. Такое может. Хотя, я еще не думал о философии этого вопроса. Вроде как бы человек там останется. Но, с другой стороны, философия простая. Вот, когда мне пришел человек, бывший миллионер, он мне отдал залог, ну, его меня попросили, у нас знакомый был, вообще я не даю кредитом никому. Философия простая. Он мне принес монеты, которые, я их все раздалил, 8 каталогов, ну, несколько килограмм этих монет, но один из каталогов был уникальный монет. Я, честно говоря, на этом не заработал. А вы заработайте, вам деньги нужны. Я, когда он не отдал кредит, я отдал очень дорогую вещь, у меня стоит, если это будет моё кабинетик, троица, перламутрость, золото, очень дорогая вещь, я взял это у него за 400,000,000,000. Но я видел, что она стоит 15,000. Я ему говорю, слушай, но она мне не нужна. А банк не может это принять, поскольку там неявные металлы, это просто историческая вещь. Ну, я не хочу ни твоего горя, ни твоих этих самых, но мне не нужна эта вещь. Мне, мне нужны деньги, ну вот, бери, и всё. Ну, я взял. Ну, как бы, без особой радости и без каких-то... Но на монетах можно было заработать большие деньги, потому что те монеты все я подарил, вот. Они, кстати, ценности, я тоже в этом... Я вот, с чем не столкнусь, я тут же начинаю въезжать в энциклопедические как бы вещи. Я вызываю человека, поскольку меня-то спекулянт не купит, вот тут хорошо как раз иметь экспертную оценку, кто-то это говорил. А не дай бог вы начнёте его таскать своей, это и сам, они тут же смехаются приёмчатся. Я вызвал известного мне человека, и он мне как бы рассказывал о монетах. Оказалось, что золотые монеты, они, ну, и другие, они ценятся только в очень хорошем состоянии, потом, оказывается, банки Франции, Италии, там, еще нескольких стран имеют право выпускать монеты фальсифицированные, золотые, они вообще идеальны. Да, на самом деле, копии, да, на самом деле я подделка, ну, для туриста. И так лечить их невозможно. но там был один каталог, ну, который не по весу я отдал, я вызвал спекулянта, но банку надо возвращать деньги, а оно у меня лежало. Я ему отдал, вот, и он их еще 7,5 тысяч долларов сверху, кроме веса, за них отдал. Но я думаю, там было не 7,5, а хороших писем. Просто куда мне их делать, я думаю. А если бы это касалось кого-то из вас, то что плохого пойти по монетке эти собиратели известны. Я вам это разрешу. Какая проблема? Лишь бы мы, ну, находились в доверии, и вам придется представить вот этот отчет. Ну и все. А я ему отдал, он подрал на шевьян, потому что он ходил по этим спекулянтам. Вот. Это сумбурно о том, чем я занимаюсь и чем придется заниматься вам. Документы. Это очень важная вещь. Это отдельная тема, ну, как бы, нашего разговора. Банк – это документарный бизнес. Каждая операция проявляется отдельным документом. И если у менеджера нет как бы уважения к документам, есть очень много людей, которые являются неплохими менеджерами, но они не могут читать документы. То есть для них документы – это не песня, а это просто какой-то набор слов и цифр, и цифры, это не задерживается в голове. Это проблема. То есть или вот вы себя очень быстро проверите. Вы будете к каждому документу относиться как к изначальной ценности, или вы просто превратитесь в агента по привлечению клиента. Потому что мы делаем весь наш бизнес это на документы. примеров миллионов. Любая наша операция строго документирована. И она все риски как бы исключает. Вот и все. И все эти сказки, что вы слышали и я их много слышал, что если друг другу доверяешь, что ты ему миллион, он тебе на честном слове брехня. Нет ничего такого у идиота. только у идиота. Или у специализированных компаний. Ну вот золотые компании, у тех, кто афилированы на лондонской бирже, ну там по 10 миллиардов было обороты, ну там вот эти то, что я видел на авене, на 47 улице, да, они работают на словах. Ну это как бы единственный вид бизнеса, который как бы... Потому что они друг друга знают, там такая честность, он с рождения слова не бреха. Потому что если он с рождения кто-то где-то в мальчишеском возрасте скажет, что он где-то у кого-то пирожок стыдил, да, то уже с ним никто... Их все знают, особенно в их мире. И в другом. Ему можно что угодно доверить, взять, но тем не менее я не сторонник никому ничего доверить. Ну, это глупость, парнишь. Потому что человек может, он чест, умереть, упасть, уехать, с ума сойти, не знаю, что заболеть, не дай бог, что угодно, обанкротиться, что угодно может произойти. Все должно быть строго документировано и все риски должны быть предусмотрены. Все операции делаются только в письменном. Я вам рассказывал о том, что единственное место, где доверяют, это банк. В комнате, да? Мы не слышали. Почему мы так? Я не слышал. Или я говорил? Конечно. Банку доверяют. Все остальные, клиенты должны доверять банку. Это аксиома. У многих она в голове не застрелилась. Потому что многие банки вообще никаких договоров с клиентом не исключают. банк это изначально учреждение, к которому пришел, а то начинает, а вы тут мне не указали это, что будет, если это, да все будет. Поскольку если ты не знаешь о банке ничего, то лучше ты в него не хочешь. Ну, банк может лопнуть, каким договором это предусмотреть, не знаю. Ты уж лучше сначала посмотри все рейтинги, все изучи. А то бабка продает нам квартиру и говорит, нет, вы нам сначала деньги, а потом я вам квартиру. Или коммерсанты ко мне пришли, мы покупали для отделения квартиры, понравилось мне, я платил 187 тысяч долларов, приходят. Но это уже не слабые коммерсанты, вроде как бы и сделка приличная. дошли до конца, все, надо платить. Он говорит, нет, он мне говорит, вы сначала, ну, это поскольку у меня приемная там была, они там половину наличными хотели, значит, вы нам это безналом, а это наличным. Ну, я подписал, хорошо, безналом и наличным. Вот вы сначала дайте мне наличным, а потом я буду делать с вами сделку. А, почему? Сначала я, а потом вы. Ну, во-первых, в договоре написано, что, ну, если я не заплатил, ну, там как бы проблема то, что по счету. А, вот что еще. Наличные-то я уже ему давал. Мне эта квартира была дошла. Он не мог выйти бы из просто моей приемной. Это я предусмотрел. А он еще говорит, вы еще не... А что вы смеете? Ну, ничего смешного. Я просто говорю, как я расценивал это. Поскольку они перепуганные, я уже, как бы, ну, очень нужно было. Я достал бабки, положил, вот, говорю, лежат деньги, неучченные. А, ну, неучченные, это мои деньги, они задекларированы. Нормально. Это для них, неучченные. Он мне говорит, ты мне еще на счет переведите сначала. А почему это я должен тебя на счет? Я тебе даю одноличные. Мне потом, если ты не веришь, что мы операцию никак не проведем, то сколько я тебе не переведу первым. И почему я должен переведить? А вот это почему я должен был работать? Говорю, потому что дурак закончен. Потому что ты пришел в банк, который проводит в день 150 миллионов долларов денег, чужих. 11 лет на работе. А ты кто такой? Тебя никто не знает. Говорю, вали отсюда со своей квартирой вместе. Потому что раз ты уже дергаешься, то у тебя ты просто не дорос даже до этой сделки. Я-то знал, что они меня, ну, никем. Но это вопрос принципа. если у вас в голове, вот у нас многие директора филиалов, мы заключаем договора, явно не выгодные нашим клиентам. Мы делаем дополнительное соглашение, что если он не отдаст нам вовремя кредит, имущество перейдет в налог. Я не подписываю. Если только менеджер владеет банковской идеологией и себя уважает, и знает, сам уверен, что он находится в учреждении, которое ежедневно постав по позициям проверяют и все время нас это сам. С утра до вечера отчеты, балансы там. И что мы действительно надежны. А если он рад, да? Ведь когда бы вы не встречались с клиентом, это всегда борьба идет двух как бы личностей. Если вы не приседаете, хана. Многие директора отделения, у которых никакие дела нет, он не может объяснить своему клиенту, он сам не верит в это. Поэтому он не может уверенно сказать, ты что, парень, кто тебя тут собирается обманывать? Кого правый за 11 лет обманывать? Найди хоть одного такого человека. Мы летели когда-то по страховой компании, я 500 тысяч долларов достал, у меня тогда это были чуть ли не последние деньги. Но я это делаю. У нас нет грехов, мы чисты. У нас 100 тысяч обязательств, и мы все их выполняем. И сколько клиентов у нас было, пусть хоть один скажет, что где-то его обворовали, или что мы с бандитами связаны, или что мы неэтично провели операцию. Банку нельзя это делать по идеологии, потому что если мы один раз, поступим несправедливо, с нашим клиентам, пресса, то лучше это в отваге. Нам хана. Ну это как бы уже честность, это как бы прибыль, имя. И приват банк, хороший банк, и оваль хороший банк, другие не знают. я знаю лично этих руководителей, я знаю, что они порядочные. Поэтому у нас лимит на них 18 миллионов. Просто это максимум, что мы можем подавать. Я в принципе сколько обык на банк. То есть только текущих не им информации, что у них проблемы. Что? Можно вопрос? Вот такая ситуация. Допустим приходит клиент в банк, хочет получить кредит с дедовой идеей. И вы видите, что эта идея совершенно дурацкая, что на этот нередение. Но этот кредит обеспечиваешь. Банк от этого не теряет. Нет. Да. Это хороший вопрос. И очень хороший ответ. Все, что не касается частных лиц, где мы можем человека превратить в бомжа, вот это мы не делаем. А если две квартиры? Одна просто запаса. Не хочу и двух, не хочу ни одной, пусть он найдется своими квартирами. Я не хочу нищей беды. Это проблема. Потому что этот человек, он дурак. Его, конечно, заметут. То есть он останется, вот у нас там полторы тысячи в день кормятся, из них 750 свои квартиры позакладывали, и они так и пропали. Я не хочу ничего воя. Если я увижу, что вы с этим сталкиваетесь и неправильно на это реагируете, я буду вести мы это прошли. Я могу вам сказать, что не все так хорошо у меня складывается. У меня есть чего стыдиться. Чуть чуть, но есть. И первые деньги зарабатывались всегда. К сожалению, есть такое правило, что один миллиардер сказал следующую крылатую фразу, что первые бабки зарабатываются всегда любым путем, без идей. Но затем успешный предприниматель отдает в тысячу раз больше, чем он взял, когда он переступит через свое совесть. И в моей жизни я старался всегда как моралист и что нормально. Но кое-какие эпизоды я очень грабил и не убивал. Но кое-что я стыжу. Кое-чего. Но больше я этого повторить не хочу. И давным-давно я про это забыл. Мы сегодня зарабатываем худо-бедно только по центральному банку 50 тысяч долларов в день. Не считая филиалов. это как бы доход не прибыль. Честно говоря до конца в это не уехало. Я знаю только, что это достаточно серьезно. Сегодня 176 тысяч мы заработали 10 тысяч или по гривне заработали разница. Один тысяч долларов в день по кредитам валюты. Вот. То есть ну и потом это не самые большие заработки, которые компания наша. Мы занимались серьезными как бы делами. Но больше никогда возврата к щепачеству мелочности никакой не будет. всегда поставать. По-честному. То есть если я правильно понимаю, идеология банка такова. Если физическая Но, вы вот послушайте, я вам сейчас скажу, а вы потом мне расскажете. Вот какая идеология. Но лоха ободрать всегда может. Не частное лицо. Если к вам приходит госструктура или неудачный предприниматель который дурак закончен, да? И он прямо идет в петлю мы ничего плохого не делаем. Он берет кредит вот он попадет. И мы его разделем на части. Можете даже не сомневаться. Особенно если госструктура одна красота. И это правильно. И это по морали которая существует в бизнесе. Никаких уступок никто делать не будет. Потому что если дурак и ко мне лохи приплывали, он все равно приплывет. Только не к нам а к другому. Но при этом он останется с квартирой и с машиной и с женой и с детьми. И никаких у него проблем. Просто его сам Господь Бог лишает этого. Потому что он не должен. Тот кому не положено деньги иметь он все равно приплывет. Каким бы он крутым не был в тот момент когда он к вам приплывет. И я видел таких рыдать только хочется. Все имею. Ничего не имею. Но правда какая-то у них интересная судьба. Все равно они как-то прокручиваются. То есть вот проходит время он тут же снова сплыл. И его надо снова грохнуть. Ну правда как-то я не знаю как это объяснить. я не знаю. Ну что Жиркова поставит на 5. Ну его как бы здесь я рассуждаю так. Что он все равно не с нами так с другим. Ну раз ему приятно с нами кончится пусть кончается с нами. не знаю. Я ответил не знаю. Я ответил на все вы? Я ответил на мой вопрос и если вы можете кого-то разодрать нормально. Это класс. И мне никого не жалко. Здесь нет никакой жалости ничего. То есть если частные лица вы можете немножко поступить в интересную панель. мы вообще с ними не хотим связываться. Не хочу я никаких частных. Если вы видите что человек прожектер дурак закладывает квартиру неизвестно под что под дочь которая должна спеть когда-то или пост поступления сына который потом начнет зарабатывать деньги или вообще бред какой-то собачий то пусть идет с Богом. И ей ничего не объяснишь. Ужас в том вот я был когда доцентом в университете я вообще всегда бегал я не бегаю уже 4 года у меня труд отказали множество я бегал весь мир и я бегал и по Нью-Йорку и по Стамбулу и по Тель-Авиву и по многим многим городам я всегда бегал свои 9 километров я бежал на несколько раз вокруг земли вот и вот со мной бегает всегда ко мне пристроится вот как известная личность не такой известный доценты всякие разных юзов и вот они со мной бегут один кроме того же лекции читает двери ремонтирует еще что-то делает они меня спрашивают по дороге а тогда расцветали инвестиционные фонды один рассказывает я в тебе отложу этот говорит еще я говорю слушайте ребята ну вы же со мной бегаете да ну спросите меня я все-таки уже 5 лет ну я понимаю что вы делаете вы безумные это ну безумие причем один сдал квартиру в центре доцена слушайте уехал сделал за 400 долларов жил за 50 с семьей караул накапливал эти деньги и они все равно вкладывают вот ужас да то есть вот его все равно обдерут то есть он не уйдет он все равно кончится тот кто пришел приплыть он все равно кончится и его ничего не остановит и никаких аргументов и ничего невозможно объяснить да хочешь в своем уме кричать ты что делаешь остановись чем тебе плохо живи себе с концами караул вот такая жизнь и многие из них потеряли деньги к сожалению а один бедный уехал в Канаду в 64 года все потерял повкладывал по всем фондам тогда какой-то гермес был потом показывал меня без истали это время там волби дипломат или там купи себе немножко этого волби потом это дебет там хрен знает МММ караул и в Северном про варенок и реклама шла да потом кто-то там спирулину какую-то выращивает бедный все потерял караул и уехал в Канаду на ПМЖ 64 года и со мной каждый день общался ничего не объяснил так что вот такие дела можно еще вопрос вот вопрос по конфиденциальности вы говорили что менеджер не должен иметь отношения ни к убийству ни к проституции торговле оружием и что-то еще там все самое можно да а вот если государственные органы обращаются к вам и у вас на обслуживании находится какая-нибудь фирма которая является конвертационным центром не надо конвертационным центром вчера я остановил сделку на 14 миллионов долларов это гривен и мы заработали на ней 20 с лишним мы выросли из состояния когда мы хватались за все я не хочу больше ни с чем с этим не делать видите что конвертационный центр срочно служебку закрыть хотя мы на этом могли бы зарабатывать больше я не хочу мы никуда не сообщим ничего не будем делать пусть он найдет другой банк а наша задача чтобы я успел из вас сделать великих менеджеров чтобы вы деньги хорошие зарабатывали и такие как вы еще многие чтобы мы всех ставили чтобы гордились своим банком ездили на хороших машинах чтобы все нас поздравляли со всеми праздниками уважали ну сказка не хочу ничего мы ничем я вас уверяю таким не занимаемся вот в моем лице ну я постараюсь чтобы вы ну я хочу чтобы у нас было полное доверие вы можете мне доверить я ничего не делаю в банке потому что деньги я зарабатываю не в банке я не хочу потерять банк не хочу никаких проблем ну хватает того что есть а вы банк вы снивали как одну из наиболее перспективных так сказать сфер исправиться из концерта в концерне ничего кроме банка практически серьезного и не осталось есть залоды один хороший один клиног вот есть ну я еще буду заниматься сынковой компанией конечно было бы мне это на запад конечно было бы мне столько лет сколько вам я пришел в бизнес когда мне было 40 лет 40 лет я уже не могу ничем заниматься мне кажется что если бы я был в вашем возрасте да и какие у вас сейчас возможности ой вы не знаете моей жизни таких как я кто жил фашистской тоталитарной стране вот и это было было сплошное мучение я ужасен от того что пришлось пройти ну как бы я с другой стороны у меня есть ностальгия я как будто ощутился в другой стране вот но если бы мне было я много хороших лет прожил при социализме тогда были другие отношения между людьми и люди были все простые и доступные и компании собирались и никому ни от кого ничего не нужно было вот но если бы мне было это было здорово но если бы мне было сейчас столько сколько вам лет я думаю что мой потенциал я бы мог перевернуть мир я верю в это мне не хватает сегодня здоровья я уже не могу приходить на работу на 9 я еле-еле к 12 там доползаю только по объективным причинам потому что если я перегружаюсь я не сплю а если я не сплю я раздраженный нападаю на людей вот и начинаю ну вы никогда не воспринимайте это не переносится на личность только это с одной стороны и хорошо когда я вижу человек начинает приседать ему хана бояться меня сразу писать заявление до свидания и вчера вот я напал на этого с кредитом на самом деле ничего такого не сделал ну нормально это обычная штатная ситуация банк я просто люблю как воплощение реализации своих собственных да я считаю что я лучший ну как именно человек ну в моем возрасте заниматься банком хорошо у меня сумасшедший опыт я знаю где могут обмануть я хорошо въезжаю в разные темы ну я еще буду стараться развивать страховой бизнес я еще буду если вы дорастете у меня есть сейчас предложение любого из вас пожалуйста есть ли у нас беспека сразу на проценты директором генеральный есть ли у нас мы там есть у нас страховая компания которую я буду развивать потому что нам риска ну я буду развивать какие-то еще направления но сегодня вопрос жизни и смерти это минимизация риска в банке и в связи с очень эмборным нашим ростом и мне это нравится я люблю документы я люблю писать инструкции и вас научу вот без этого фула менеджмента не буду а так я можете быть уверены что я ничего не делаю чем бы я мог вас скомпрометировать я не беру взяток за кредиты я не делаю никаких левых дел вот все переговоры я веду только в присутствии вот никто вам нигде на улице не скажет что он со мной в какие-то ну дела игрался я нигде не компрометирую банк ни в каких отношениях ни в политике у меня есть своя позиция да ни в личном плане вот вы не увидите меня ну слава богу не пьяным ни в какой компании никто вам не скажет ничего такого что ну как бы зацепит ну и вас поскольку ваши клиенты мое имя сегодня тоже как бы играет на ну и под меня некоторые просто как бы люди идут я моралист вот я все делаю потому что многие как бы банки ориентированные ну так что вы никто вот а я все и все мое я вам рассказываю о том что на моем месте будет не мой сын или не моя дочь а вы там или вы или любой тот кто сможет ну доказать что он разделяет идеологию вот что он способный менеджер вот и моим партнером будет ну они сегодня мои дети очень хорошие я конечно я бы хотел лучше их но у них нет такого представления я сказал своему сыну что я сдох копейки он от меня не получит если он себя не проявит и не будет достоин ну моего как бы и не будет работать потому что было время когда он не хотел работать я установил там пятьсот долларов зарплату ну как бы за то что он мой сын сказал вот что бы ты ни делал да хоть мама и такая же моя жена ничего не будет хочешь идей работать вот на общих условиях сегодня вот он хочет в этом месяце продемонстрировать семьдесят тысяч доход но он сильный он сегодня лучше чем мой я надеюсь что он будет самым лучшим и дочь у меня сильная как личность мне повезло но в принципе они знают прекрасно что я никого для бизнеса родственные отношения это ноль только в плохом бизнесе или в семейном маленьком это имеет какое-то значение для моего бизнеса для нашего с вами бизнеса это никакого значения нет я никого не беру по глату никаких родственников у меня не работает а работает на общих основаниях потому что есть многие люди кого я люблю они получают от меня постоянную помощь которые когда-то мне помогли в жизни вот а сегодня они в ужасном заражении это к тому что все это деньги ничто и все остальное я знал людей как раз было все сегодня они нищие полностью если бы я не давал им денег умерли сколько самый низкий пять лет десять шесть лет каждый месяц первого числа они получают свою ну положено каждую часть но я никогда не возьму их на работу они никогда не будут работать они никогда не будут никаких преимуществ иметь перед ну еще они не способны это не по их части кто сможет пожалуйста но это ничего личного в бизнесе ничего личного абсолютно если только мы хотим выстроить настоящую серьезную систему вот на всю жизнь для ваших детей вот или для тех ну и для моих и для всех руководить банком будет всегда сам это акций а что касается акций я вам говорил сегодня в компании Ford там у Henry Ford 15% всего максимум для большой компании большое количество акций жлобства я буду выпускать на рынок но контроль буду держать до тех пор пока я не начну опираться на людей которые будут развивать идеи потому что деньгами я наелся я хочу чтобы система которую мы закладываем чтобы она была навсегда как существует 150 лет там или 170 компания Western Union да или как существует там Coca-Cola или еще какой-то банк Ротшильдов там Ротшильда мини-банк а банк есть и морганами не пахнут а банк номер 2 или номер 3 заложена была идея да самое главное это идея в большом бизнесе это идеология если я прав мы выстрелим и захватим рыбу если в идеологии у меня есть ошибки да я не смогу я не тех набираю мне надо не вас набирать а уже тех которые по блату но как делают в овале или ну чтобы они там уже знают полно знакомых и там каких-то людей в банке это проблема и диалог тогда прокоп тогда мы прогорели Господи прости не дай если я правильно все устраиваю и наши отношения и с доходом и свое поведение и все мы заложим основу и каждый из вас будет иметь к ней такое же отношение вот я надеюсь самое талантливое да как и я потому что мы говорим о системе это мы серьезно банк это не частное предприятие не просто мы выполняем важную государственную функцию мы проводим через себя платежи клиентов делаем миллион операций и пользуемся их доверием у нас примерно 6% мы контролируем вкладов там населения ну было я не знаю а выйдем мы или денежного рынка я не помню а выйдем процентов на 20% нам притронуться нельзя потому что если мы грохнемся мы положим страну вон знаете что это за махи в Украине сколько было? не знаю спасибо до завтра до завтра не знаю вот пусть будут из consegu Продолжение следует...